Крачаево-Черкесская Республика Одним из самых посещаемых мест считается Тибердинский государственный биосферный заповедник, куда ежегодно приезжают тысячи туристов, многие из которых стремятся увидеть самое крупное наземное млекопитающее Европы и последнего европейского представителя диких быков, обитающего на территории России. Первых зубров Тибердинский заповедник привезли в 1968 году, всего 14 особей. С этого момента началась большая кропотливая работа по охране и мониторингу группировки животных на территории заповедника. Была организована ежегодная зимняя подкормка. Постепенно зубры стали привыкать к новому месту и численность краснокнижных животных стала понемногу расти. В 1991 году группировка зубров насчитывала 55 особей. В 2012 году численность зубров стала уменьшаться, оставалось всего 5 особей. Чтобы спасти популяцию была разработана специальная программа и на территории Тибердинского заповедника завезли из Окского заповедника 8 животных. Для них построили две подкормочные площадки, для которых ежегодно подготавливалось 30 тонн комбикорма и 30 тонн сена. В итоге уже через год появились первые два теленка, а уже через 7 лет насчитывалось 25 малышей. Такого приплода не было даже в советские времена. Сегодня в мире осталось всего чуть больше 5000 зубров. В Тибердинском национальном парке около полусотни. Руководство заповедника уделяет особое внимание сохранению и увеличению численности этих уникальных краснокнижных животных на подведомственной территории, чтобы этот вид диких быков не исчез вновь. Редактор субтитров А.Семкин